Стыковка и сотрудничество. Новые шансы на экономическом поясе шелкового пути. Под таким девизом проходит второе китайско-российское экспо в Харбине. Участники выставки активно обсуждают перспективы сотрудничества двух стран. В центре внимания сопряжение китайской инициативы с Евразийским экономическим союзом. У идеи, высказанной меньше полугода назад, уже есть конкретные результаты. Совместные проекты Китая и России. О первых шагах на пути и создании единого экономического пространства расскажет наш специальный корреспондент в Харбине Ян Гуан. Идея сопряжения экономического боя со шелкового пути и Евразийского экономического союза была высказана в мае этого года. С тех пор ее обсуждение стало ключевым моментом на всех переговорах Китая и России. Не исключением стала и встреча вице-премьеров обеих стран во время Харбинского экспо. Ван Ян и Дмитрий Рогозин пришли к общему мнению. Оба проекта гармонично дополняют друг друга и будут способствовать всестороннему сотрудничеству двух стран. Российской стране особенно понравилась масштабная программа строительства дорог, которые свяжут Азию с Европой. Ведь большая часть шелкового пути пройдет через Россию, а это поможет решить проблему с инфраструктурой внутри страны. Нам импонирует сама по себе идея великого шелкового пути, потому что она по сути дела связывает транспортную инфраструктуру России и Китая. И для китайских товаров это крайне важно, потому что тогда они приобретают совершенно иную скорость доставки в Европу. Новые магистрали соединят северо-восточные провинции Китая и Дальний Восток России. И это безусловно даст серьезный толчок для развития бизнеса обеих стран. В совместных проектах заинтересованы все предприятия, которые представили свою продукцию на втором китайско-российском экспо в Харбине. Самое боблярное слово на выставке – транскроничное взаимодействие. Эта форма сотрудничества, по мнению участников экспо, зарождает основу для создания единого экономического пространства. Есть один очень серьезный и очень масштабный проект. Китайская компания «Синопек» и российская компания «Роснефть» совместно участвуют в разработке российского шельфа. Мы заинтересованы в поставке высокотехнологичного оборудования из Китая и на площадке российско-китайского экспо, я думаю, будет идти об этом разговор. На сегодня создание единого экономического пространства – приоритетное направление в развитии китайско-российских отношений. Более тесное сотрудничество двух стран в экономике станет новым стиммером для расширения связей на государственном уровне. А в итоге прошлый союз Китая и России будет способствовать быстрому развитию всех стран Евразии.